Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема. Исцеление слепорожденного, часть 2. Он пророк. Евангелие от Иоанна, 9 глава с 8 по 23 стихи. Господь Иисус Христос вместе с учениками, видимо, где-то неподалеку от храмовой горы, встречает человека, просящего милостыню, который слеп от рождения. Ученики спрашивают, кто согрешил, он или родители его, но Господь говорит, не он, не родители, это чтобы явились на нем дела Божии. Делает из пыли плюновением грязь, помазывает глаза, отправляет этого несчастного к бассейну Силаам, который находился на юг от храмовой горы. Тот пошел, умылся и прозрел. И возвращается назад, потому что просто не знает, куда ему идти. Он на протяжении многих лет сидел и просил вот здесь, где-то неподалеку от храмового комплекса, милостыню. Девятая глава, восьмой стих. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни. Девятый стих. Иные говорили, это он, а иные, похож на него. Он же говорил, это я. Настолько необычным было событие исцеления человека, который был слепым от рождения, что люди, которые его знали, кто-то вместе с ним сидел и просил милостыню, но это были другие больные, которые не были слепыми. Кто-то, может быть, регулярно проходил мимо этого места и знал его, стали даже удивляться, как же так, похож, а может быть, это не он, как может человек слепой от рождения прозреть. Но этот слепец, бывший слепец, утверждал и говорил, это я. Десятый стих. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Одиннадцатый стих. Он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню Сюлам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Обратите внимание, этот еще недавно слепой, очень подробно, последовательно и ясно излагает то, что с ним произошло. Поскольку до момента, когда он омылся в купальне Сюлам, он еще не прозрел, он мог только слышать имя исцелевшего его человека, это имя Иисус, а вот он его не видел, но он очень детально описывает, что произошло. Человек по имени Иисус сделал грязь из пыли через плюновение, помазал мне глаза, дали бассейн Сюлам, я прозрел и вернулся. Двенадцатый стих. Тогда сказали ему, где он, то есть исцеливший тебя? Он отвечал, не знаю. Тринадцатый стих. Повели сего бывшего слепца к фарисеям. Почему это вдруг люди, которые находились рядом, которые через его личный подробный ответ удостоверили, что да, это действительно он, бывший слепец, который прозрел, вдруг его берут и ведут к фарисеям. Ответ содержится в следующем четырнадцатом стихе. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему отче. В представлении евреев того времени, то, как они интерпретировали одно из заповедей Десятисловия о субботе, нельзя было заниматься медицинской практикой, потому что излечение больного – это труд для человека. И получается, что те, кто ведут бывшего слепца к фарисеям, заподозрили исцелившего его Иисуса в том, что Иисус нарушил одну из основных десяти заповедей – заповедь о субботе. Почему ведут к фарисеям? Потому что религиозное движение фарисеев очень тесно сотрудничало, контактировало с движением книжников. Мы, когда читаем синаптические Евангелия, то очень часто там упоминаются представители первого и второго движения друг за другом – книжники и фарисеи. Книжники и фарисеи. Книжники были те, кто переписывал Священное Писание и изучал Священное Писание, толковал Священное Писание. А фарисеи старались исполнить Священное Писание, Законы Моисея в интерпретации книжников, исполнить на практике. Поэтому ведут к фарисеям, как к людям авторитетным, которых все уважают как раз за тщательное, детальное исполнение Закона Моисеева в жизни. 15 стих. «Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, «Брение положил он, то есть Иисус, на мои глаза, и я умылся и вижу». Почему ответ бывшего слепца фарисеям значительно более краткий, чем изложение им событий исцеления, которые он произвел своим соседям лишь некоторое время назад? Вероятно, этот бывший слепец увидел агрессивный настрой фарисеев по отношению к исцелившему ему Иисусу из Назарета. Поэтому рассказывает уже не так подробно, опускает некоторые детали, даже не называет имени исцелившего его. Говорит, что «положил мне на глаза грязь, я умылся и вижу». Наверное, желает через эту краткость подчеркнуть, что не было какой-то серьезной, тяжелой работы, не было медицинских манипуляций, было всего лишь одно движение, когда Иисус растер пальцами на веках этого больного грязь. 16 стих. Тогда некоторые из фарисеев говорили, «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Этот человек про Иисуса Христа». Даже не хотят назвать его имя, потому что с пренебрежением относится к нему. Не от Бога этот человек, потому что не хранит, или иначе можно перевести, не соблюдает субботу. Не хотят обратить внимание на величайшее чудо, сотворенное Господом, а обращают внимание на внешний формальный момент, желая уловить его. Продолжение 16 стиха. Другие говорили, «Как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря». В греческом тексте слово стоит «схизма». Схизма – разделение, раскол. Это слово указывает, что среди фарисеев возникли горячие споры после чуда исцеления, кто же такой Иисус из Назарета. Является ли он человеком от Бога, потому что логика такова, грешный не может творить такие чудеса. Или наоборот, человек не от Бога, ибо творить чудо в субботу исцелил, это, наверное, было тяжело, значит, сделал работу. И вот в какой-то момент начинает побеждать партия ненавидящая Иисуса. 17 стих. Опять говорят слепому, «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Задают такой вопрос, желая, чтобы бывший слепец, когда что-то будет рассказывать, где-то в чем-то, в какой-то детали выскажет нечто, к чему они, фарисеи, смогут привязаться и уже окончательно обвинить Иисуса. Но этот человек, который был слепым, который сидел, просил милостыню, в данной ситуации действует очень находчиво. Он отвечает кратко, однако емко. Продолжение 17 стиха. Он сказал, «Это пророк». Тем самым, бывший слепец выбивает почву из-под ног оппонентов Господа Иисуса Христа. Они-то хотят найти что-то, что докажет, что Иисус грешник, что он нарушает субботу, и вдруг исцеленный им человек говорит, «Это пророк». Если еще некоторое время назад бывший слепец называл Иисуса просто по имени человек, которого зовут Иисус, то теперь он уже в своем суждении о Господе поднимается до идеи, что Господь – это пророк. Возможно, потому что слышал дискуссию между двумя крылами фарисеев и то, что он испытал на себе, то, что он исцелился, его подвигает к мысли, что да, действительно, исцеливший его послан от Бога, а от Бога приходили пророки. Уже это утверждение, конечно же, должно было сильно разозлить фарисеев, тем более, что иудеи той эпохи предполагали, что пророчество закончилось, когда были написаны последние книги Ветхозаветного канона, что уже нету теперь пророчества, и вдруг он, этот бывший слепой, слепорожденный, говорит, я думаю, что исцеливший меня пророк. 18 стих. Не найдя к чему прицепиться, за что ухватиться в этом ответе бывшего слепца, фарисеи пытаются поставить под сомнение сам факт того, что он прозрел. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел. Доколе не призвали родителей сего прозревшего. 19 стих. И спросили их, это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? По сути дела, родителям бывшего слепца задают сразу три вопроса. Первый, ваш ли это сын? Второе, родился ли он слепым? Третье, как он теперь видит? И поскольку он действительно теперь видит, а они, фарисеи, не признают возможность такого чуда, то под сомнение ставится, что либо это ваш сын, либо то, что он родился слепым. 20 стих. Родители его сказали им в ответ, мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым. 21 стих. А как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем, сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет. Итак, родители отвечают утвердительно на первые два вопроса. Это действительно наш сын, и он действительно родился слепым. тем самым и они не дают повода иудеям для того, чтобы сильно обвинить Иисуса Христа. Однако родители пытаются идти на компромисс. Ведь они понимают, какое великое благодеяние совершил для них Иисус. Они уже знают или по рассказам самого сына своего, или, может быть, по рассказам тех, кто был рядом, был очевидец, что Иисус исцелил его, что то великое горе, которое было после рождения младенца, то великое горе, которое было на протяжении больше 30 лет, а здесь они сказали он в совершенных годах, значит ему уже более 30 лет, это великое горе изменилось на великую радость. И, конечно же, стоит ожидать, что родители будут отстаивать исцелившего их сына Иисуса Христа, говорит, что как же так, он принес нам великую радость, а вы хотите его представить в качестве грешника. Но в их позиции, как скажет потом святитель Златоуст, присутствует испуг и малодушие. Испуг и малодушие, потому что уже договорились иудеи, что если кто-то будет Иисуса признавать за Машеха, за Христа, таковых будут отлучать от синагоги. А это для евреев того периода было очень страшное наказание. Ведь синагога была местом общественного собрания не только для богослужений, но и для взаимного общения, для взаимной помощи. Более того, отлучение от синагоги предполагало, что и вообще с человеком прекращали общаться даже в других житейских ситуациях. Насколько нам известно из позднейших раввинистических источников, отлучение от синагоги в ту эпоху происходило на месяц, но могло быть продлено. И, конечно же, родители этого боятся. Возможно, что они исходят из следующего. Тот, кто силен был исцелить слепого от рождения, силен его, нашего сына, и защитить от злобы фарисеев, но сами они пытаются дистанцироваться. И Иоанн Богослов еще раз в 23 стихе объясняет, напоминает, посему-то родители его и сказали, он в совершенных летах самого спросите. Тем не менее, несмотря на вот эту робость, несмотря на этот страх, и родители, и их сын не дали оснований для фарисеев к тому, чтобы обвинять Иисуса, ибо это действительно наш сын, он действительно родился слепым, а наш сын считает, что исцеливший его пророк. Казалось бы, на это ему нужно было поставить точку, потому что основные лица, вовлеченные в эту историю, заинтересованы, отзываются в высшей степени достойно об Иисусе из Назарета, но не таковы оказались фарисеи. Именно в этот максимальный момент, когда все складывается против них, они из своей собственной гордыни, из своего злого устремления начнут максимально жестко и максимально энергично выступать против Господа Иисуса Христа. Но как это не удивительно, именно такое жесткое их выступление и вызовет стойкость, твердость со стороны бывшего слепого нищего человека, который встанет на защиту исцелившего его Иисуса Христа. Об этом в третьей части истории об исцелении слепорожденного. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры